Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Деяния святых апостолов». И сегодня мы будем читать 15 главу этой книги, в которой рассказывается о Первом апостольском соборе, который произошел в Иерусалиме. И мы читаем с первого стиха и ниже. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, то есть обращенных из язычников, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалые состязания у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. То есть здесь принимается решение вынести этот вопрос именно на соборное обсуждение. Далее. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибытию уже в Иерусалим они были приняты церковью апостолами и пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Здесь удивительным является то, что называются апостолы и пресвитеры, но не говорится о епископах и деканах. Это связано с тем, что апостолы сами совершали архиерейское служение, и уже после их отшествия епископский чин, как апостольский чин, продолжал это служение. А служение деканов – это было служение, связанное с социальными вопросами, аспектами, а так как они прибыли в Иерусалим не по социальным причинам, а по вероучительным, то здесь и говорится об апостолах и пресвитерах. «И возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам, тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев». Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. Вот так начинается первый христианский собор, в данном случае это апостольский собор в Иерусалиме. То, как протекают события этого собора, мы убеждаемся в том, что римно-католическое представление об особой роли апостола Петра – это, в общем-то, ошибочное представление, потому что они считают, что папы римские, как преемники Петра, они могут выносить окончательное суждение. Но здесь мы увидим, что в окончательном решении этого собора точка зрения Петра, которая будет озвучена, она никак не будет отражена. То есть такого особого отношения именно к Петру не было. И мы читаем. «По долгом рассуждения Петр, встав, сказал им…» Вот здесь мы обратим внимание на речь Петра и убедимся в том, что она не легла в основу окончательного вероучительного решения. «По долгом рассуждения Петр, встав, сказал им, мужи и братья, вы знаете, что Бог одни и первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали». Здесь имеется в виду тот случай, который происходит с Петром в доме Корнилия. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вые учеников Иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа и Иисуса Христа спасемся, как и они». Вот все, что говорит Петр, это не будет положено в основу окончательного соборного решения. Это, скорее всего, воспринимается как частность. «Тогда умолкла все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказавших, какие знамения и чудеса створил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Яков и сказал, мужи, братья, послушайте меня. Симон, то есть Петр, изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с Сим, согласно слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа, прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Далее речь Якова. «Ведомы Богу от вечности все дела Его». «Посему, я полагаю, вот то, что сейчас он будет говорить, Яков, именно не Петр, а Яков, ляжет в окончательное суждение всего апостольского собора в Иерусалиме. «Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Далее. «Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Июду, прозванного Версавию, и силу мужей начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее. «Апостолы и пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии и Кирекии, братьям из язычников, радоваться. По элику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись единодушно, рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими, Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа». Итак, мы послали Июду и силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. А сейчас идет вот сама формулировка этого апостольского собора, и в ее основании не положены слова Петра, а именно слова Якова. Таким образом, не было никакого примата Петра в Древней Церкви. А вот эта формулировка. «Итак, мы послали Июду и силу, которые изъяснят вам тоже и словесно». А вот формулировка сама. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы». Мы не видим ни одной цитаты из апостола Петра, но вся эта формулировка опирается на слова Якова. «Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо», то есть это соборное решение. «Они же, прочитав, возрадовались о сём наставлении, и Юда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолу. Но Силе рассудилось остаться там, а Юда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя, вместе с другими многими, слово Господне». Далее говорится о втором миссионерском путешествии Павла, его путь через Малую Алину. По некоторым времени Павел сказал в Арнаве, «Пойдём опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне, как они живут». То есть принципы апостольской проповеди возвращаться в те же самые места, где они создали уже общины, чтобы перепроверять, а насколько они сохраняют верность евангельскому благовествованию. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение между Павлом и Варнавой, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, то есть помощника, отправился, быв поручен братьям благодатью Божией и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Здесь мы видим, что происходит некое недоумение между Варнавой и Павлом, и это было обусловлено тем, что Иоанн Марк мог быть не в курсе особенностей тех общин, где совершалось служение, и Павел как бы рекомендовал его не брать собою, а отправиться вдвоем с Варнавой. Но Варнава с этим не согласился, и он с Марком отправился в одну сторону, а Павел в другую.